Добро пожаловать на мой канал, дорогие мои друзья! С вами Парада, это Ассасин Крит Восстание, и мы отправляемся за поисками наследия. Первый регион, задание, эскаписты, поехали! Давайте-ка пройдем и завершим его дважды. Так, у меня есть изменения, небольшие. Я беру обратно Тарика, как вы видите, он реально вырос по мощности, сейчас он является одним из фаворитов, учитывая то, что у него еще не улучшен уровень, в отличии от Косима и Агилара, но у него уже 175 мощностей, и сейчас я, конечно же, объясню вам, почему это так. Ребят, я получил пятый уровень, на пятом уровне открывается оружейное, а в оружейной можно делать снаряжение, а именно оружие для каждого из героев. И я пока что сделал для Тарика, это первый, кому я сделал, и я хочу, ну, типа, протестировать его, я хочу посмотреть, насколько он убьет его быстро, какой будет дамаг, и смогу ли я вырубить вообще этого ублюдка с одного удара или нет? Давайте посмотрим. Давай, из-за того удара, камон! Карамба! Он почти его углушил, почти убил! Почти с одного удара, но почти, как мы знаем, не считается, поэтому нам это, конечно же, не сильно подходит, и я немножечко расстроился. Отправим вверх Касима, он прям отличный результат, чтобы, ух ты ж, блядь, в харю, как получил арбалетом, чтобы открыть сундук, у нас тут синенький сундук, поэтому я хочу забрать, а то два, всего 140 монет, из-за того, что часть сундука разбита, мало. Так вот, я сделал, короче, секиру, как вы видите, там вроде как что-то поменялось у него в руке, сделал я крутейшую секиру, которая доступна на данный момент, это, конечно, секира первого уровня, и она достаточно хреновая, она достаточно бичевая, но она добавила плюс 25 к боевой мощности Тарика. В итоге он является сейчас одним из фаворитов, потому что, ну, это дохрена! Это на целых 25 единиц больше, чем у всех остальных, понимаете? Так, я беру здесь Агилара, я хочу немного тайных убийств. Ребят, заметьте, процентовка успеха выросла с 83% до 95%, когда мы подняли наш боевой уровень. То есть мы с первого до четвертого подняли, как вы помните, и теперь у нас все очень круто. Я не знаю, 95% это, ну, это очень много, и мне кажется, если бы здесь было по-другому, я бы удивился. Так что я рад, что таким образом мы с вами улучшаем свои характеристики и процентажку на успешное выполнение, потому что это действительно много. Так, убиваю я этого засранца, но все равно мне как-то Рик не нравился, так и не нравится. Лучше особо не стало, как мы можем заметить. Да, у него стал больше дамаг, у него, наверное, сейчас самый высокий уровень атаки, но, тем не менее, мне это не устраивает. Но у него, кстати, даже больше атака, чем у Касима. Хотя Касим у меня редкий боец, и это что-то дозначит. Так, 83% на успех, и гребаный 17% неудачи все-таки проявляется у меня здесь, прямо сейчас на ваших глазах. Понимаете, да? 17% на неудачу, и она как на зло срабатывает у меня. Ну, конечно же, 3 звезды, естественно. То, что я получаю 3 звезды, это не обсуждается никогда. Кстати, довольно крутая награда. 1000 золота, 160 опыта, еще и фрагменты Метео. Кстати, у меня все фрагменты есть, чтобы получить этого героя. На минуточку, так-то, да? Узнаете, да, чем может быть следующий видеоролик? Особенно, если мы возьмем 6 уровень, то можно будет немножко, ребят, самую малость, поиграться с ДНКшками, а? Мне кажется, это неплохая идея, но нам нужно набить 6 уровень. Только будет 6 уровень, сразу же будет у нас новый видеоролик по ДНК. Как по мне, это круто. Так, ну а я хочу сейчас, ну, все-таки получше пройти все это дело, потому что то, как я прошел в прошлый раз, мне не понравилось, слишком много было неудач, и я хочу это исправить прямо сейчас. Давайте попробуем. Так, используем монетки, заманиваем бойца, скрытно убиваем его. Вот я обожаю эти скрытные убийства, на самом-то деле, они мне очень прям по кайфу. Я хочу, чтобы он еще раз все-таки попробовал реабилитироваться. Так, прошли. Ну и здесь ему просто нужно открыть сундук и не сломать, ну, нормально, открыть его. Ну почему сундук, ну кому он? Короче, ребят, если вы один раз открыли сундук максимум, вы вытащите еще раз сундук неразбитым, а дальше он будет вам постоянно падать разбитым, и это, ну, это бичевая награда, на самом-то деле. Для меня она никогда не устраивает. Я не знаю, кого как, но вот эти 180 монеток, 80 монеток, 100 монеток, вместо 400, 500, это действительно смешно, как по мне, понимаете? Меня это вообще не устраивает. Скрытное убийство раз, скрытное убийство два, но тут слишком малый процент, 5% на то, что это случится, мне кажется, это, ну, практически нереально. Вы уж меня, конечно, простите, ребят, но я, может быть, не эксперт, все дела. Но не 5% вероятность неудачи, понимаете? Это очень мало, и я не верю, что такое вообще может случиться. Хорошо, убиваем. Ну, вот видите, пожалуйста, у Касима даже лучше получается убийство, нежели у Тарика с оружием, понимаете? У меня Касим получается вообще универсальным. Он заменяет спокойно Тарика своими скиллами, и он спокойно вот может обыгрывать Агилара. Да, у него наступает немного быстрее, чем у Агилара усталость, но вы меня, конечно, простите. Агилар изучает тени, а Касим боец. Ну, как бы, должна быть какая-то разница, да? Но не в этом случае. Хорошо, мы завершаем задание. Как всегда, на 3 звезды получаем свою награду. 160 опыта, 3 фрагмента, 1000 абонеток и 154 единицы дерева. В этот раз даже хуже, чем предыдущий награды, и это не может не огорчать, конечно же. Ну и мы закончили категорию поиска наследия, эскаписты, первый уровень пройдет. Ребятки, а это затея, что мы с вами прощаемся, но прощаемся совсем ненадолго. Уже скоро мы с вами увидимся вновь, поэтому не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх. До скорых встреч, пока-пока! Продолжение следует...